КИНОСТУДИЯ Я очень, извините за нескромность, очень люблю Ницше, и он сказал потрясающую фразу. Искусство нам дано, чтоб не умереть от истины. Вся эта мишура, вся эта мишура, вся эта мишура, всего лишь лошадь. Надо ничего не бояться. Первое, что я, когда появился в рекламе, в рекламе, первое, практически, я терял друзей. Как вам, как тебе не стыдно это? А потом, кто-то даже сказал, молодец, ты это правильно сделал, и так далее. Зато я машину купил. Я видел в своей жизни палачей и жертв. И я в своей жизни увидел, как это ловко меняется. Какая-то мизансцена, оп, меняется. Да. Сколько мы видим потрясающих вещей, как вот этот большой человек вдруг споткнулся. А действительно, почему же происходит всё именно так, как показал Армен Борисович? Как это ловко меняется. Какая-то мизансцена. В духовной диагонали Джагарханяна пять цифр. А это значит, что все люди, которые появляются в его жизни, приходят для того, чтобы через них жизнь смогла изменить его представление о духовности. То, чем он занимается, к духовности не имеет никакого отношения. Это лицедейство. Об этом и говорит код, цель его жизни. 22. 22 – это значит у человека спутанность нравственных понятий. Именно это главное. То, что он должен изменить. И если правда ложью оказалось, Не следует кричать, какая жалость. Всегда в природе лицедейство сплошь. В хорошем искусстве не надо ничего придумывать. Мы, может быть, потом решим, скажем, как это назвать. Обман, иллюзия, счастье, несчастье, не знаю. Артемист. Плюс он потерял удачу в личной жизни еще в прошлой инкарнации. И об этом говорит дата рождения его матери. А самое главное – быстрота смены событий. Таится в годе. Год в сумме. Восемнадцать. Подробно я об этом рассказывала в видео. Елена Бонд «Почему не вышла» из той же серии «Звезда в квадрате». Кому интересно, можно посмотреть. Я до сих пор не знаю, говорю честно. Вот правильно, что я стал актером, говорю честно. Потому что, а может быть, я лучше бы стал врачом, думаю я. Хотя потом я начинаю понимать, что для меня самое страшное или потрясающее – играть. Если бы я был бы врачом, я бы играл врача. И Армен Борисович в этом прав на миллион процентов. Дело в том, что он внутренний вектор. А это значит инструмент в руках жизни. И когда он кого-то ударил, это значит, что жизнь кого-то ударила. И когда он кого-то увольнял, это значит, нужно разобраться в причинах, почему жизнь так поступила. Как, например, не буду говорить, разбирать всех. Просто скажу, что самый яркий пример Елена Ксенофонтова. У Елены две семёрки. А это значит, жизнь выполняет её желания. Жизнь решила, что Лена приобрела уже достаточно опыта при сумасшедшей линии таланта для того, чтобы уйти из театра и сниматься в кино. Но Лена почему-то начала искать виноватых. И попала на исправительные работы, так как она родилась в год крысы. А Виталина, помимо того, что она кармический учитель Ксенофонтовой, ещё и родилась в год лошади. И эти исправительные работы запустили у Ксенофонтовой полностью негативный ход событий. Потому что жизнь её подлавливает на тех деталях, которые она не оговорила. Но это уже совсем другая история. А что касается Армен Борисовича... Летом 1953-го Армен приехал в Москву поступать в ГИТИС. Но до экзаменов дело не дошло. Но собеседование ему сказали. У вас слишком выразительный акцент. 1953-й год — это год змеи. А значит, теперь всегда с этого дня, когда Джигарханян будет попадать в Москву, это тот город, в котором жизнь общается с ним напрямую без посредников и постоянно воспитывает и учит. У жизни нет сослагательного наклонения. Но здесь необходимо сказать, что если бы, не дай Бог, поступил бы Джигарханян в Москву в 1953-м, у него бы ничего не получилось. Потому что следующий год — это год лошади, его кармический. А то, что начинается в канун кармического года, — это всего-навсего завершение, итог предыдущих 12 лет. Поэтому через год поступил в Ереванский театрально-художественный институт. Это 1954-й год. Кармический год. А это значит, что уже нет сомнений. Актерство — это именно то, во имя чего он перешел в эту инкарнацию. Прошло долгих 12 лет. Благодаря маме он смог перешить и преодолеть первое серьезное поражение в жизни, когда не поступил в ГИТИС. Казалось, все. Жизнь на этом закончилась. Он пробовал все возможные варианты на пути к цели. Был помощником оператора на киностудии. Потом поступил в Ереванский театральный институт на актерское отделение. И 10 лет успешно играл на сцене Ереванского драмтеатра. Там на него обратили внимание. Приехавшие на гастроли московские артисты. И очень скоро Джигарханян получил предложение от Анатолия Эфроса выйти на сцену Ленкома. И он, конечно, согласился. Таким образом, жизнь исполнила желание Эфроса. В карте Эфроса две семерки. А это значит, что жизнь выполняет любое его желание. Неласково встретила Джигарханяна Москва в январе 1967 года. Сильные морозы. А он прилетел из Еревана без шапки и страшно замерз. Увидел комнатку в театре ленинского комсомола, в которой ему предстояло жить. И обомлел. Маленькая, такая непонятная, без туалета, естественно. И я там жив. Актер всегда мечтал работать на столичной сцене. Ради Москвы он оставил в Ереване налаженную жизнь, главные роли в театре, преданных поклонников. Но здесь, в столице, другие возможности, другой размах. Да, жизнь исполнила желание Эфроса. Но сенострея Джигарханяна и Эфроса включила жесткую отработку кармы. Таким образом, Джигарханян приехал… Это был январь 1967 года. В 1967 году год козы начался 9 февраля. Таким образом, Джигарханян приехал в Москву в свой кармический год. И началась у него жесткая отработка кармы. А через некоторое время, с 9 февраля, начался год козы. И включилась жесткая отработка кармы у Эфроса. Поэтому у него начались неприятности, и жизнь его отправила на исправительные работы. Из-за конфликта с чиновниками Эфрос покидает Ленком и забирает с собой группу ведущих актеров. Джигарханяна он не позвал. Перспективы в Ленкоме без Эфроса выглядели призрачными. Если потерялся, он заслуживает этого. Потому что мы получаем то, что мы заслуживаем. Я вот все время слышу фразу такую. Бедный старик облапошили бедного старика, обманули бедного старика. Вы знаете, я предполагаю, что те, кто так говорят, знают об Армении Борисовиче по его экранным образом. И действительно, случайностей в нашей жизни не бывает. Каждый получает то, что заслужил. А у Джигарханяна и у Власовой последняя веха жизни — это исправительные работы, которые являются результатом содеянного. Судить, по-моему, надо не по экранным образом, а по поступкам. О поступке я могу сейчас перечислить, и никто мне не возразит. Потому что поступки были именно такими. Когда в семье Романа Борисовича жила его мама, которую папа мой называл тетя Лена, и они ее называли ангелом. В тот момент, когда она стала уже старенькая и не могла обслуживать семью, ее отправили в Армению. Дочка Лены — единственная дочь. Ну, согласитесь, это достаточно нетипично, чтобы девочка из армянской семьи жила не в семье в 22 года. Но Власовой не нравилось, что она живет там. Девочку отселили. Об этом говорит дата смерти Елены. Елена умерла 30 декабря 1987 года. Годы говорят о том, что это перевернуло полностью основу Власовой. 13 перевернулось на 31. В основе лежит вот семь Армен Борисовича. И произошло это буквально за пять дней до дня рождения Власовой. А это значит, что завершились, навсегда закончились те отношения, которые были между Джигарханяном и Власовой. И больше такого не будет никогда. Все разделилось на до и после. Если можно, позвольте вопрос. Я читал в одном из интервью, не помню где, о том, что вы говорите, что что бы я ни играл, я думаю о дочери. Да, и что? Ну, да. Да, это так. Это так. Просто из моей жизни ушла моя дочь. Причем, знаешь, если говорить совсем честно, я буду груб. Это не ваши дела. Это моя проблема. Была у него роль в фильме «Исчезнувшая империя». Он играл там деда, и герой приходит и сообщает, герой его внук, который говорит о том, что, значит, умерла его мать, дочь, значит, Арман Борисович. И он мне сразу сказал, я могу сыграть два дубля. Вот два дубля я сыграю, вот больше нет. Там такой он, как бы, у него поворот, и он вдруг поворачивается в камеру, у него такая боль вообще в глазах, в лице, просто невероятная. Серега! Иди ко мне. Да что? Умерла? Дальше, что касается Степана. Это было решение Армена Борисовича, усыновить его. Что оно было связано в том числе с тем, что, по его мнению, мать относилась к нему недолжным образом. Что это произошло практически не так уж и давно. И он думал, что этим он его приблизит. Потому что у них были очень сложные отношения. И в конечном счете это не принесло искомого результата, потому что он его выгнал из театра, и он вообще уехал за границу. Он сказал папе следующее. Он сказал, я не хочу о нем больше ничего слышать. Я не берусь утверждать, что именно произошло в Америке. Степан жил в Америке, сейчас как-то об этом все молчат, почему-то я не знаю. А что за история с американским посольством, что он прибежал на территорию американского посольства и попросил политическое убежище? Я могу судить только из тех слов, которые сказал Армен Борисович папе. Он сказал, была авария, я вынужден был заплатить огромные деньги, и я не хочу больше о нем ничего узнать. Его больше нет в моей жизни. О Степане. О Степане, да. У Степана в основе 29-11. А это значит, в основе любого действия лежат проблемы по материнской линии в трех поколениях. Когда появился Степан в жизни Джигарханяна, Джигарханян ушел, то есть жизнь его отправила на исправительно-трудовые работы. А особенно это усугубилось, когда Джигарханян решил усыновить пасынка. В линии денег у Степана три цифры, и у Джигарханяна три цифры. А это значит, что в сумме шесть, и значит, что все, что касается финансов, полностью разрушает отношения. Деньги запускают машину саморазрушения и разрушения отношений. Он всю жизнь вышвыривал людей из своей жизни. И если вы скажете, какой, вот спросите меня, какой для него главный лозунг в его жизни, какое слово главное для него, это слово «деньги». Человек из своей жизни вышвыривал всех. В результате он вышвырнул родную сестру Марину Борисовну. Я думаю, что многие в курсе, что она работала у него в театре. И прозвучала ровно та же фраза. Он сказал, она меня обворовывает, и она позволяет себе фамильярные высказывания в мой адрес. Родная сестра. И он выгнал ее. То есть, одну секунду. Степан работал в театре, выгнали из театра. Жена работала в театре, выгнала из театра. Вторая жена работала в театре, выгнала из театра. Маму отправил умирать, не приехал на похороны. А, не приехал на похороны, да, и об этом тоже все знают. Мой Фил, ты знаешь, я с Филом мог разговаривать. И он меня слушал. Так смотрел на меня. Я иногда два месяца, три месяца, я его не видел. Вы специально полетели в Америку? Да. Потому что мне позвонили, сказали, что... Умирает он. Я до сих пор, я страдаю без него. Без Фила. Да, да. Я много раз снимался с животными. И ты знаешь, это удивительный мир. Удивительный. Очень непростой. Очень непростой мир. Очень. Причем, я не боюсь тебе сказать, до смешного, другая философия. Говорю тебе честно, мы слабее. Мы, видите ли, придумывали Ницше. Что касается первой супруги... ...все Ереванского русского театра драмы. Алла Вановская. Они играли вместе на одной сцене. Красавица была. Там была действительно очень сильная любовь. Папа называл ее... Я тут читала караван истории. Власова, как может, высказывается, ну, наверное, какая-то прошлая ревность. Все друзья называли ее Аллочка. Относились к ней с большой нежностью. И папа рассказывал, что когда Армен Борисович ее оставил, она ходила по городу. Было достаточно тепло уже. Она ходила в какой-то не по сезону одежде. И в полной прострации. То есть она очень тяжело пережила. Вот эти психические проблемы у нее начались после развода с Арменом Борисовичем. Все секреты открываются в первом браке. Дело в том, что не имеет никакого значения, были люди зарегистрированы или нет. Тем более, что если есть ребенок. Браки совершаются не во дворце бракосочетания и не в ЗАГСе. Это понятно. Так вот, первый брак говорит о том, что Джигарханян должен был 300 раз подумать, прежде чем совершить какой бы то ни был шаг. В первом браке родилась девочка Елена, которая была слугой Вектори. И ставка была на Джигарханяна. Джигарханян совершил ошибку. И в двух последующих браках жизнь его уже ставила в качестве слуги. Я клоун. Я так думаю. Могу ошибиться. Вы должны меня простить. Но я думаю, что это... За нас схватить. Вот так потрепать. Обмануть. И другим бы быть не хотелось? Клоуном? Нет. Там я хорошо себя чувствую. Очень профессию люблю. И думаю, что самое великое в этом мы все сильны. Никаким интеллектом, никаким образом. Нет, мы вот этой сволочизмом сильны. Если мы так вот не боимся себя обнаружить... Со своей второй женой он тоже познакомился в театре. Новая заведующая литературной частью Татьяна Власова хорошо знала английский язык. Джигарханяну необходима была ее помощь. Он интересовался пьесами зарубежных авторов. А Татьяне льстило внимание ведущего актера. Но она просто помогала Армену Борисовичу. Между ними начались отношения, тоже вспыхнула любовь. Женой и мужем они станут уже в Москве. Много видела передач, поскольку готовилась. И с вашим участием, и обо всем. Я спрашивала людей, и все равно никто ничего не понимает, что произошло. Попробуем посмотреть на ситуацию не глазами людей, а с точки зрения жизни. Татьяна Власова. В линии таланта одна цифра. И то, что говорят все ее подруги, что она талантливая женщина и ради мужа оставила. Это все совершенно не так. Джигарханян в этом браке должен был разбить ее идеализацию, ее представление о мужчинах. У нее пять цифр в сексуальной диагонали. Я думаю, что он с этой задачей успешно справился. У Виталины пять цифр в линии семьи, а это значит, что каждый раз печать — это итог отношений. Кроме того, у Виталины две восьмерки, а это значит, что каждый человек, который встречается на ее жизненном пути, борется и конфликт имеет совершенно не с ней, а с теми установками, которые ей в подсознании поставили родители до ее полового созревания. Он для меня просто великий. И мне кажется, он такое какое-то явление и в человеческом смысле, и в творчестве. Абсолютно незаурядный человек. Я свою жизнь помню, что я смотрела на него и понимала, что это гений. Я знаю, что для вас невероятная драма, потому что ваша дочь со скольки лет влюблена в Армана Борисовича? Она влюблена в актера. Она всегда любила талантливых, гениальных, умных людей. А актер Джигарханян, он даже для меня, когда мне говорят «теща», это я вообще не воспринимаю это категорически, потому что он для меня был тоже кумир, гениальный актер, мудрейший, казалось авторитетнейший. Я беру этот морс, я его пою этим морсом, и он мне говорит «мама, мамочка, дай еще». Я понимаю, говорю «боже, галлюцинации, что это с ним, какая мамочка, все». В общем, я так и не поняла, то ли он меня как-то воспринял как маму. Он говорит «меня только мама так кормила, меня только мама так любила. Как это можно пережить? Как после этого меня называть воров?» На него просто можно бесконечно смотреть, даже если он ничего не говорит. Вот, к примеру, режиссер просит «Арман Борисович, вы сейчас идите». Он находится спиной, говорит «идите, идите к машине и просто чуть-чуть вот так полоборота сделайте и уезжайте. Садитесь и уезжайте». И вот он это все делает, идет со спины, потом делает полоборота, садится, и режиссер говорит «гениально». Но не нужно ему ничего делать. Родик, ты видел, как они на меня посмотрели? «Они посмотрели на меня». И это правда. Они действительно посмотрели на Джигарханяна. Потому что если мы сравним квадраты Пифагора Калягина и Джигарханяна, мы увидим, у Джигарханяна четыре цифры в сексуальной диагонали. А это значит, что ни одного человека на Земле он не может оставить равнодушным. И в этом весь его секрет. А у Калягина только две. Чуть-чуть, ну, может быть, ученическая история, но очень искренняя. Вот я написала, что я мечтаю сидеть рядом и послушать. Вот, что для меня это так важно. Ну, как-то так я написала. И, представьте, когда ему передали записочку, Ирманд Борисович перезвонил. Перезвонил мне. Да. И дата этого события зафиксирована на билете. Код дня чётко показывает, что в основе этого события лежит Виталина. Ну, так и есть. Это же она написала записку. Она всё начала. А на самом деле и Виталина, и Власова, они обе родились в год лошади. Это значит, что с Джигарханяном и одной другой вектор. Ну, грубо говоря, он слуга двух господ — Власовой и Виталины. То есть жизнь просто его перебросила, Джигарханяна, из одного вектора в другой. И этот переброс является результатом того поступка, который совершила Власова по отношению к Елене, дочке Джигарханяна. Что вас объединяет? Так, Сергей сказал, нет ответа. Как только мы выясним, мы станем врагами. Запомним их словами. 96-й год показывает, чего не могло быть в жизни Джигарханяна. Значит, этой встречи быть не могло. Она не была заложена. Несмотря на то, что у Виталины полная неизбежность событий. 96-й год — это год, когда жизнь общалась с Виталиной напрямую, без посредников. Но и, видно, хотела объяснить, не сотвори себе кумира. А буквально за месяц до этой встречи произошло ещё одно историческое событие в жизни Армена Джигарханяна. То есть в тот же год, 1996-й год, который показывает, чего не может быть и не запланировано с точки зрения жизни. И это было 12 марта, день создания театра. Любой бизнес, который открыт в такой год, не имеет шансов просуществовать более, чем 12 лет. Позже, 2 сентября 2002 года, театр был перерегистрирован. А это был год лошади, уже кармический год Джигарханяна. И было зарегистрировано, как государственное бюджетное учреждение культуры, некоммерческая организация города Москва. В этот день категорически нельзя было начинать какие-то новые дела, потому что ни у кого не хватит сил довести это дело до конца. Наша компания в следующем году исполняется 25 лет. То есть мы начали в 92-м году, когда произошёл развал Союза, разваливались старые связи, там зарождалось поколение предпринимателей. И в тот момент очень активно рос рынок мебели, матрасов. То есть вы производите что, пену для мебели? Мы производим, да, пенополиуретан, если говорить научно, как в России принято, говорить поролон. Утром деньги, днём стулья, днём деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью деньги, утром стулья, утром стулья. Ну всё, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днём деньги? Можно. Но деньги вперёд! Именно так появились театри вот эти стулья, а вместе с ними и в жизни Джигарханяна появился Артур Сагаманян. В карте Артура Сагаманяна видно, отсутствие таланта и идеализация денег включает три шестёрки, а это значит, что деньги он делает только чужими руками. К сожалению, шоу от 5 декабря 2017 года, в котором Андрей Малахов рассказывает, как театральные цеха работали на черкизовский рынок и многие другие шоу, к сожалению, исчезли из Ютюба. Причина конфликта ясна. Когда Виталина пришла в 2008 году, который, кстати, её тоже воспитывает, и решила навести порядок, первое, что она сделала, сама того не понимая, привела своих родителей. И цеха прекратили работать на черкизовский рынок и начали работать на благо театра. Вот и всё, всё просто. Я с Агаманяном не знакома. Потому что я слышала, у меня сложилось такое впечатление, что это глубоко порядочный человек, который также преисполнен уважение к Джигарханяну, как вот я сама, и который намного готов ради того, чтобы ему помочь. Но профессионально он ничего не понимает. А как вообще можно делать какую-либо оценку другому человеку? Мы никогда о другом не знаем. Мы в другом человеке видим только то, что содержится в нас. А тем более, что если вообще не знает Артура Сагаманяна, как можно оценивать? И роль, ты её получаешь, ты её должен играть, и ты выискиваешь те узнаваемые, знакомые тебе эмоции, которые существуют в этом человеке. Армен Джигарханян находит цимбалюк и начинают переписывать на неё квартиры. Ведь это единственная цель – спрятать имущество от возможного раздела с бывшей супругой. Но ведь прячется не только квартира. Вот об этом вообще никто не говорил в силу мелочи, я никогда не поднимал. В 2015 году от имени Армена Джигарханяна продаётся автомобиль «Фольксваген Каравелла». Я не сильно специалист, но трёхлетняя машина, меньше трёх лет назад введена, бегала по Москве, пробег небольшой. Эта машина продана в Псков за 310 тысяч рублей. «Фольксваген Каравелла» – 310 тысяч рублей. Продана Андрею Григорьеву, некто житель Пскова. В суд он так и не явился, не проживает и так далее. Оригинал договора не существует. Я хочу сказать о том, что Армен Борисович Джигарханян, почему-то в отношении его, может быть, Элина Мазур проведёт расследование, Джигарханян вёл себя крайне низко. Прятать квартиры, что касается квартир и зарплаты. По поводу квартир? Конечно. А вот ещё, Ирина, простите. Вот ещё бумага, это справка о доходах Армена Джигарханяна. Может быть, тоже к расследованию в отношении Джигарханяна. Даже по кадастровой стоимости квартиры. У вас эти же выписки есть? Кадастровая стоимость квартир составляет приблизительно 30 миллионов рублей. Доходы Армена Джигарханяна, да, он денежные довольствия, руководитель театра неплохое, но не такое. 3-4 миллиона. На какие деньги Джигарханян покупал квартиры? Квартиры, о которых сейчас идёт спор, Джигарханян приобрёл на деньги Сагаманяна и оформил, да, Навитали? Но если это так, то тогда по логике вещей, по закону, претендовать на них Сагаманян должен. Скажите, пожалуйста, а кто вы по профессии? Химик. Вот у нас химик взялся оказывать квалифицированную юридическую помощь, и мы видим, чем это закончилось. Мазур познакомилась с Виталиной. 9 октября 2017 года. По кодам видно, это контрольный день и Виталины, и Джигарханяна. Это был 19-й лунный день, когда любой человек, который не хочет брать на себя ответственность, а пытается решить свои проблемы за счёт кого-то, попадает в ловушку. Посмотрим причину встречи Мазур и Виталины. Причина встречи и характер взаимодействия говорит о том, что это два человека, которые соединены роковыми обстоятельствами, и с точки зрения жизни оба находятся в неадеквате. Что касается Джигарханяна, то Мазур пришла для того, чтобы жизнь через неё воспитывала, отправила на исправительные работы более усиленные Джигарханяна. Почему? Потому что он не прошёл проверку на человеческие качества. Да, Андрей, возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, почему Элина приняла сейчас прямо в противоположную сторону, переметнулась. Вы знаете, я считаю так, что раньше платили с одной стороны, очевидно, теперь платят с другой. Да и как вам Арман Борисович предложил всё-таки стать официальной его женой? Это было ожидаемо для вас? Нет, это было внезапно. Особенно для Сагаманяна. Потому что он даже после развода сделал предложение сразу, и он не разводился для того, чтобы прям жениться на мне. По крайней мере, он ничего об этом не говорил. И потом мы были в Питере, он ночью проснулся и сказал, что нам надо узаконить отношения и побыстрее. Я говорю, вот у нас в этом году 15 лет знакомства. Он говорит, нет, нам бы побыстрее, не надо ждать до конца марта, если можно, мы пораньше. Ну, как-то все побежали делать то, что говорит Арман Борисович. А он объяснил вам, почему он вдруг решил. Он сказал, что он хочет, чтобы всё, что у него там есть, осталось мне. Он написал завещание. Очень интересный номер завещания, потому что в завещании есть Виталины на основу, это 20. А если читать просто подряд номер завещания, то 6 — это ошибки, о которых узнает каждый человек. И количество этих людей предзойдёт все ожидания. И это запланировано, потому что завещание было оформлено 7 апреля 2015-го. Во-первых, это время успеха Виталины, но это был 18-й лунный, а значит, все планы перевернутся. И видно, 14-й лежит в основе бракосочетания, а также Джигарханян подал на развод тоже в основе те же самые 14. Это подтверждает актовая запись заявления о разводе, точно так же 14.5. Красивая, заразительная женщина, но она очень гадкий человек. Вот это воровство, деньги украла. У меня есть дом, квартира есть, её нет, её убрали, продали. Она фантастический вор, причём это как раз у меня ни сомнения нет. Кто никогда не обращал внимания, приверьте, человек кашляет, когда говорит, только в том случае, если он обманывает или жизнь хочет сказать, что он абсолютно неправ. В шахматах есть такое выражение, говорят, некорректный ход. Это знаешь, что означает? Когда ты партнёра считаешь за дурака. То есть ты делаешь ход, который, а вдруг не поймёт. Я думаю, что мы живём в таком системе некорректных ходов. Я очень жестокий человек к жизни, к жизни, чтоб я не выдумывал себе какие-то иллюзии уже сейчас, когда мне 80 лет. Но всё равно мои принципы те же. Криксёночек ночью. Она думает, что мне нужен её поцелуй. Мне нужны её миллионы. Он говорит, вот не для прессы, да, когда всё началось, он говорит, я включаю телевизор и вижу, как Арман Борисович обвиняет её, что она воровка. Он говорит, ну они же накануне пришли ко мне в театр. Они, говорит, сидели рядом с Дмитрием Киселёвым на спектакле, потом пришли ко мне в гримёрку. А в гримёрке, значит, Арман Борисович встал на колени и говорит, пообещай мне, что ты отдашь свой спектакль, я стою у ресторана в Виталини, да, потому что они много лет не ставили. Я её люблю больше всех на свете. И я говорю, конечно, конечно. И говорит, когда на следующий день я вижу, что она вор и всё, говорит, я не могу понять. Вчера он стоял на коленях и просил спектакль, а на следующий день он заявляет... Это только внешнее воздействие с какой-то такой информацией, которая вышибла всё в голове. Это правда, это было шоссом. Мы всё играем свою роль, и разница в возрасте, и какие-то интересы, и чисто человеческие. Мы с Арман Борисовичем с 2010 года проживали в однокомнатной квартире под Красногорском, с плохим ремонтом, который он почему-то купил. Понимая, что Татьяна Сергеевна раз в год хотя бы приезжает, а он хочет жить со мной, значит, у нас должно быть место, где мы можем жить. И вот мы там в этой квартире жили до буквально последнего времени, то есть просто чтобы не было иллюзий, что у меня что-то по расчёту. То есть я вообще-то в однокомнатной квартире с четырёх лет не жила. У Виталины в линии денег одна цифра, а это значит, она ничего и никогда не будет делать ради денег. Она одержима Джигарханьяном, а Джигарханьян одержим театром. И скажу вам честно, что когда ты директор театра, у тебя стоит кровать, на которой спит муж, которому 80 лет, и у тебя здесь стоит инструмент, потому что надо позаниматься, то, конечно, эта ситуация вообще была за гранью просто понимания, ну, обыкновенных человеческих удобств. И во время предыдущего развода он сознательно хотел вернуть половину своего имущества. Более того, он выбрал дом, который ему понравился, мимо которого мы проезжали, и сказал, я хочу в этом доме, чтобы мы жили, купи квартиру в этом доме. И потом он начал меня торопить, давай делай ремонт. Фактически сделали отделку. И вот после этого приехали друзья, кстати, которые сейчас рядом с ним. Это вышло так, я думала, это совпадение, но нет. Они вышли, посмотрели, говорят, у кого у вас квартира красивая. После этого он вообще говорит, слушай, по-моему, Артур позавидовал на квартиру, давай не будем больше его в гости. Это началось с этой квартиры, вы хотите сказать? Я думаю, что людская зависть и какое-то агрессивное поведение, и желание развалить наш брак, да, безусловно. В жизни Армена Борисовича непростое было положение в последнее время. И в театре там были сложности и скандалы, и в личной жизни все это было связано с его молодой супругой, которая оказалась очень непорядочным человеком. Всех воров будут играть самые, самые высоко моральные люди. То есть если ты играешь от Элло, не обязательно, чтобы ты душил всех Дездамон. Знаете, если, извините, вы напишите так, хотите, русское выражение есть, не ваше это собачье дело. Как он, как он.